И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, мы с вами разобрались с прокачкой до 105 на Кадмусе. Мы с вами разобрались о том, какой же стартовый донат вообще нужен и что он себе даёт. И от этого всего даёт. Ну и в общем, поточились. Я вам всё это показал в предыдущих роликах. И сегодня мы уже с вами пойдём выкачивать дуал и посмотрим, что же нас там ждёт. Присаживайтесь по удобнее, не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Погнали! Раз, два. Двенадцать лет растёт игра. Три, четыре. Крафтить броню могут все расы в мире. Пять, шесть. Новых локаций и рейдов не счасть. Семь, восемь. Знай на зубок все механики боссов. Девять, десять. Для межсерверных битв в Р-110 оденься. Легенда, с которой всё началось, не стоит на месте. Попробуй Линейдж 2 бесплатно. На Фагейме. Ну а начнём мы, естественно, с того, что пока я стоял в топях, ещё и выполнился квест на 40к. Можно будет его прямо сейчас и начало новой судьбы. Узнаете свой предел. В общем, здесь сразу квестики все приходят. Вы ни в коем случае не запутайтесь. Можно их все принимать. Узнаете свой предел. Принимаем. Здесь также у нас завершить задание Леонела Хантера в Хейне. Добить 101 левел. В общем, сейчас мы просто всё пополетаем с вами. Позабираем всё, что нам здесь причитается бесплатно. Тут теперь ещё и квест на двойной класс. И ещё на 40 тысяч мобов почему-то опять. Хотя вроде как он должен был быть выполнен. В общем, как-то немножко странновато это всё получилось. Но книгу знаний величия почёта нам дали. Это хорошо. Можно выучить его теперь только для основного класса. Да, выучили величие почёта. У нас теперь начали появляться пассивочки здесь. Вот оно, увеличие почёта. Здесь у нас все характеристики по плюс одному. Также не забываем забирать награды. Конкретно у меня эти награды были за то, что я лутаю про расходку. И это здорово. 40 камубов набить в любых локациях. Ну и получить двойной класс. Именно за этим мы сейчас с вами и полетим. Про гамункула, надеюсь, вы также не забываете. Я пока его ещё не докачал. Точнее, хп его не закинул. Но думаю, что закину в ближайшее время. И обязательно его с вами подкачаем. По поводу всего остального. Что бы ещё хотелось бы, наверное, добавить. ЛС и СА я пока не ставил в дву рук. Потому что я буду всё-таки на дуал брать себе лучника. Всё-таки Дест... Ну и лучник, конечно, в Максете это убого. И Дестер в Максете это убого. Но лучник хотя бы стоит на дистанции. Поэтому я буду брать непосредственно его. Летим мы с вами в Аден. Здесь тоже никаких проблем у вас быть не должно. В Адене мы ищем НПС, который нам уже всё выдавал. И квестики, и всё остальное. Находим его вот тут. Подбегаем. Мастер двойных классов. Говорим с ним. Общаемся. Добавить двойной класс. Добавить двойной класс. Выбираем. Мы выбираем лучника. И выбираем стража теней. Я выбираю конкретно его. Потому что, по моему мнению, это один из самых лучших ПВЕ луков. Из всех предложенных. Более сбалансированно относительно урона. Выбираем его. И всё. Нас сразу скидывает до 85 лево. На самом деле здорово. И теперь начало новой судьбы. Мы также принимаем. Мы получаем ещё и 5 рост на халяву. Классно? Классно. Также получаем комплект снаряжения Полины для двойного класса. Но его нет смысла открывать. Хотя, с одной стороны, может для меня и есть смысл его открыть. Потому что это всё-таки должен быть здесь, наверное, лайт сет. Который мне более пригодится, чем макс сет. Так что, наверное, давайте накину его. Всё-таки пассивки должны работать от него. В общем, это ещё всё предстоит узнать на качи. Увидим и узнаем. Браслет у нас также здесь, наверное, будет получше, чем на 3 инты. Накинем его. Хотя можно будет и браслет, который у меня до этого был накинут. Коробка воина. Здесь у нас расходочка. И абсолютно так же выкачиваемся. Опять же, как я уже и в гайде рассказывал. Надеюсь, вы его смотрели. Если нет, то посмотрите обязательно. В общем, можно будет всё делать абсолютно так же. Идём сначала в одни топи. Из Адена идём в... Точнее, не из Адена. Вот отсюда идём в алтарь зла. Сразу же так же перелетаем. Расходочку главную всю юзать. Скиллы также выучить, которые вам предлагает игра. То есть, заходим сразу здесь. Изучаем умения. Здесь, конечно, больших. И стоим, качаемся. И так вплоть до 105 уровня. Там на 95-м на кровавой топе идём. На уже выше, там 99-й сотый левел. В Аден идём в раскалённые топи. Всё по классике. Всё как обычно. Ну и, конечно же, самое главное, это то, что уже на 85-м. Если вдруг вы не хотите морочиться дуалом, вы просто можете его взять. И на 85-м уже лутонёте пассивку, которая будет вам давать тут и физмаг атаку, физмаг защиту. В общем, всё-всё-всё даёт. И сразу же. То есть, не надо даже выкачивать свой класс. Ну и плюс пассивочка на 500, там, хп. Это, конечно, не то, что хотелось бы видеть. Но, в любом случае, это сразу даётся вам с 85-го левла. И менее, чем за сутки я выкачал дуал. Точнее, мы все вместе качали дуалы, да, вот в 5 окошек. И можно теперь, собственно говоря, забирать сливки с этого самого дуала. Летим опять в аден к нашему NPC, о котором мы уже знаем. 40 тысяч квест мы также набили, его сдаём. Получаем за него награду, книжечки, о которых чуть-чуть позже я расскажу. Ведь их можно проюзать будет только на основном классе. Также нас отправляют дальше в Хейн. Здесь мы также говорим. Теперь точно забираем награду. Книжки нам падают в инвентарь. Принимаем следующий квест. И опять нам, точнее, не нам, а нас. Просят набить 40 тысяч мобов для того, чтобы сдать следующий квест и стать ещё чуточку сильнее. Описание книжек можно прочитать. Но обычно их сразу можно и заюзать, чтобы не тратить своё, так скажем, драгоценное время. Но, в общем, 3 штучки их должны дать за второй квест на 40 мобов. Летим. Теперь опять King PC Waden, которого мы прекрасно здесь знаем. И получаем у него сертификаты за получение уровня двойного класса. Если вы выкачали двойной класс до 105 левела, у вас должно быть в инвентаре 7 сертификатов двойного класса. И сейчас будет начинаться самое интересное. Мы свапаемся на свой основной класс. Потому что по-другому здесь их не выучить, к сожалению. А именно сертификаты вы должны получать именно на дуал классе. И теперь я сразу решил переодеться, чтобы уж, так скажем, вернуться в одеяние колдуна. Потому что всё-таки хотелось-то играть именно колдуном. Накидываем всё, что есть. Также не забываем кубик партнёра юзать, если вы регистрировались по ссылочке в описании. Ну и, собственно говоря, теперь можно забирать то, ради чего мы выкачивали этот самый дуал. Пролистываем в самый низ. И здесь можно выучить или забыть скиллы, которые конкретно относятся к дуал классу. Так что не переживайте. Если что, их можно всегда абсолютно скинуть. Каких-либо проблем с этим у вас быть не должно. Поэтому не переживайте, если вдруг выберете не то. Или потом захотите изменить свой выбор в этих самых дуал скиллах. Выбираем первую строчку. Выбираем выучить умения. И здесь надо быть внимательным. Потому что вы должны для себя понимать, что вам больше всего надо. Конкретно я на мага учу силу кред атаки маг умений или физ умений. Она же погибель. Я учу время перезарядки умений минус 4%. Так как у Агуши очень долго откатываются скиллы. Это если прям скромненько сказать. Ну и думаю, что же здесь можно выбрать еще. На сумме, которая у меня основной сейчас на сервере Хатас. Напоминаю, у меня абсолютно такой же билд. Именно дуал скиллов. Потому что я пока другого кого-то не придумал. Ну и также решаю взять физ маг атаку. Это самая первая у нас. Ее можно брать вплоть до 4 или до 5 левла. Чем больше вы ее, соответственно, проучиваете за каждый сертификат, тем больше вы получаете бонусов. На 4 левел да сертификатов не хватило. Я так хотел обмануть систему. Но ничего страшного. В любом случае получили дополнительно маг атаку. Вы получили силу крита и получили минус кдр. Также не забываем книжечки проучивать. На своем основном классе вещь нужная, вещь важная. В любом случае вам будут давать еще дальше потом книжечки, которые будут аппать эти скиллы, которые вы сейчас будете получать. В любом случае вы будете становиться немножечко сильней. Ну и теперь, как я и обещал, давайте посмотрим, что же дают эти скиллы за вторые 40 тысяч убитых мобов. Самое первое это ваш скилл, который у вас окажется в пассивках. Его нетрудно не заметить. Он будет давать вам еще дополнительных статов сверху. И здесь также у вас еще появятся два активных скилла, которые у меня на данный момент сейчас не активны. Это прыжок на сопротивца. То есть любой сопротивец, который у вас не в бою находится в пати, можете прыгнуть прямо на него. Ну и экспа дополнительная, которая бафается также на члена группы. Потом эти бафы будут улучшаться. Ну что, друзья, мы уже стремя качаемся под ГЦ. Вполне нормально идет экспа. Дэна также падает. Падают квестовые всякие итемы, которые у нас как раз таки относятся к старту серверов. Ивенты, слова, буковки. Их мы пооткрываем чуть попозже. Также падают мешочки, которые у нас также приурочены к новому классу. Ну и плюс ресурсики. В общем, кач идет, все идет вполне нормально, стоим комфортно. Но сейчас я хотел бы покрутить Таро. Другого у нас ничего сейчас нет. Никаких акций, никаких лудок. В общем, этого ничего здесь не присутствует. И сразу бы хотел забежать вперед. Таро доступна в версии Main абсолютно всегда. Одна карта стоит 40 рублей на данный момент со скидкой. Но, по сути, они продаются по 50 рублей. Не советовал бы, если бы вот у вас прям нет, есть какая-то возможность их крутить. Просто потому, что это настолько серьезный рандом. Во-первых. Во-вторых, это вещь, которая очень редко окупается. И на всех практически старых серверах эти карты никто не крутит. Потому что дроп-лист в этих картах довольно-таки стар. Поэтому только если вдруг у вас есть там какие-то средства, их вообще не жалко выкинуть, то покрутите. Если жалко, лучше оставьте до какой-нибудь ближайшей акции. И там уже, я думаю, вы получите намного больше профит. Ну что, у меня есть 28 карт. Подходим к гадалке. И, наверное, давайте я просто ускорю видео, наложу музычку до того, чтобы мы с вами не затягивали все моей болтовней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, в общем, вот такое вот открытие получилось. Не знаю, здесь вообще ничего интересного и стоящего нет. Поэтому, о чем я вам только что говорил. Конкретно я это делал просто для контента. Ну и мало ли вдруг что-то повезет и что-то выпадет. Так что думайте сами. Но лично я бы ни в коем случае это не советовал бы делать. С этим я посмотрю, что буду делать. Может быть, буду выставлять за монеты. Может быть, так, за адену. Как-нибудь в будущем продам. Но пока вот такие вот, собственно говоря, у нас возможности бустятся. Ну а так, продолжаем качаться. Продолжаем фармить. Я надеюсь, что в будущем будет еще что-то интересного вам показать. Потому что много чего. Есть каких-то задумок. Так что следите, не забывайте. Ну вот такой вот получился ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх. Не забыли подписаться на канал. Также помните, что у меня есть телеграм-канал, где дополнительно проходят розыгрыши на промокоды. И также все анонсы находятся именно там. А если захотели попробовать мейн-версию или любую другую версию L2, то ссылочки есть в описании. Переходя по ним, получите дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Ну а с вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам и самое главное, не болейте.